Друзья, всем добрый вечер, с вами Полина и игра Ходячие Мертвецы 2 сезон. Итак, в прошлом видео я с Питом, с дядей Питом, спасалась от зомби в лесу в какой-то брошенной машине, которая издалека напоминает скорую помощь. Пита покусали, мы с ним провели весь остаток того дня, в который наша рыбалка как раз не удалась. Ого, ого-го, ничего себе, новая заставка в главном меню, да ладно, я такого не ожидала, мне казалось, что заставка должна остаться та же. Слушайте, здорово, это очень хорошая идея со стороны разработчиков подобных игр менять с каждым новым эпизодом, в каждом новом эпизоде главное меню. В общем, это реально здорово. Правда, я не припоминаю этого главного меню, когда я играла еще только после выхода второго эпизода, я в него играла на английском языке, и вот такого главного меню я не припоминаю, но, скорее всего, оно и было, потому что не могли же это переводчики такое главное меню делать, ну, в конце-то концов. Так вот, мы с дядей Питом провели остаток дня, даже получилось так, что ночь захватили, и у него не хватило духу отпилить себе ногу. У меня, естественно, ни храбрости, ни духу, я вообще никакого морального права не имею на такие поступки, у меня тоже не хватило духа ему ногу отпилить. В общем, в итоге он здорово побледнел, он был один в один, как Лис первой части, главный герой, которым я управляла, и который в самом конце тоже оказался укушен, и, по идее, должен был в забе превратиться. Питу очень прям плохо было. Ну и вот мы захотели, наконец, покинуть наше укрытие, но, к сожалению, ему это не удалось сделать. Он остался там, около машины, и, скорее всего, его заели зомби, которые там же рядом бродили. Ну, а Клем побежала искать тот дом. Вообще, конечно, удивительно, что Клем в этом лесу, ведь лес, он же не из десяти, как максимум, деревьев состоит, да? Там же, ну, порядком так деревьев. И там, мне кажется, очень даже легко потеряться. Но Клем удалось не потеряться в лесу, не заплутать. Она успешно набралась до дома, хоть она и бежала, оборачиваясь. Я бы на ее месте тоже так делала, потому что реально страшно, что зомби за тобой гнаться будут. Ну и вот мы дома, в кавычках. А, по-моему, в Решкио видно, что я в порядке? В смысле, где Элвен? Откуда я знаю, где Элвен? Пита, укусили! Вот и вот. Точнее, что? Вот и что тебе? Блин, меня та женщина пугает. Но Элвен был не с нами. Ну ты даешь, сумасшедшая женщина, с автором прической. А-а-а-а. Все же решили, да? Минутку, а... Как его там? Ник, кажется, он что, не вернулся, что ли? Доверься мне. Хватит разговоров. Хорошо. Ну, от зомби мы точно в безопасности будем здесь. Вообще, конечно, странно. Уже столько времени прошло. Подождите-ка! Когда Клементина убегала... Сейчас... Блин, ты меня пугаешь, девочка. Не время фотографироваться. Да уж, здорово. Ты почти как Макс из игры Life is Strange. Клёп, согласись. Нельзя пугать людей вот так. Что ж ты творишь-то? Особенно учитывая, что я совсем недавно еле смерти избежала. Селфи. Ну как, удачные фотографии. Ну, так хотя бы можно себя рассмотреть, если зеркала под рукой нет. Он ушел на рыбалку. Все же меня этот просил позавоситься о ней, так что... В смысле ты знаешь, что это неправда? Черт! Она меня на лжи поймала. Где племянник дяди Пита? Ведь он, по идее, должен был убежать сюда, в дом. И как так получилось, что Клем выбегала с дядей Питом из машины в ночи, а теперь уже утро получается? Это что, Клем всю ночь бежала, что ли, в лесу одна ночью? Когда темно, а там полно-полозомби? Жесть! А остальные пошли их искать. Что же они могут там найти, кроме кучи трупов? Давай, показывай. Знаешь, там без патронов, так? Ладно, но это не игрушка. Но он же без патронов, не так ли? Поэтому все в порядке будет. Черт, я чувствую себя лист в первой части. Там, видимо, патрон, поэтому он такой легенький. Ну, не факт, что он не заряжен. Эй! Ты чего так делаешь? Нельзя! Так и пристрелить можно случайно. Нет! А ну, стоять! А Элвин? А остальные? Что-то беременная слишком быстро сходила за теми, кого нет. Почему мне... Вот, наконец, дали ей возможность самостоятельно здесь везде походить, осмотреться. А до этого мне этого не разрешали. Тут еще написано на досчечке, пойдем рыбачить. Вообще, конечно, все это очень странно. Что там такое? Невидимо, я и сами шаг не пройти? Ладно. Ну, вообще-то, могли бы уже и в катсцене меня спустить. А то прямо вот так самостоятельно приходится. Кто это там в окне было? Чья-то тень мелькнула. Может быть, зомби? Ну, нет, зомби так быстро не передвигаются. Что с Клем? Почему она... Вдруг вся так изжалась? Ой. Вот снова тень. Нет, кроме идеев ничего вообще не вижу. Так. А кто же тогда? Оу. Мне кажется, нас заметили плохо. Кто это? Ну, отлично, блин. А что у нее с очками? Там личные какие-то на стеклах. Ты роняла их, что ли? Я свои очки роняла, но у меня тысячи нет на стекле. На линзах, точнее. Клем, типа, самая... Черт. Что делать-то? Это что такое, замок? Ой. Самая, блин, храбрая, да, Клем? Привет. Привет. Нет дома никого, и меня тоже нет, я лишь поведение. У тебя галлюцинации, я и Лидия. Пистолет у тебя, я вижу. А как зовут вас? Какой странный мужик. Ладно, давайте пожмем руку. Вроде он довольно дружелюбно настроен. Правда, меня реакции Сару пугает, или как ее там, в общем, девочки, которые там за углом. Что? Это совсем не дружелюбно, я возражаю, я против. Он на меня внимания даже не обращает. Под любой написано second place, второе место. А я ему отец. Так солгал, даже глазом не моргнул. Ушли все и оставили себе одного. Что-то здесь не так. И ты отважился один пойти их искать. Очень странно. Эй! Мне кажется, ты описываешь тех, с кем я живу. Многовато людей вы потеряли. Еще и беременные, к тому же. Я явно подозреваю, о кого он говорит. Что за бесцеремонное вторжение в дом? Нет, с ним явно что-то не так. Эй! Еще и дверь перед моим лицом закрывает. Чувак, ты вообще что здесь делаешь? Ты кто такой? Ты чего вторгаешься на чужую территорию? Может быть, ты один из тех, кто убивает людей и забирает их припасы, а? Да. Ну, я должен быть делать дыши. Клем пытается чувствовать себя более-менее раскованно. А где вы живете? Я думаю, что же мы его лопаем, что это не очень хорошая идея. А если у вас собака? Что? Клем, не косись так на нож, он перехватит твой взгляд. Клем поколол ему взглядом на нож. Ой. Я сама его положу. А ну отдай мне это, и можно порезаться. Блин, он меня пугает. В конце концов, Клем еще и ребенок. Как она может тягаться со взрослым? А Сара неплохо прячется. Серьезно? А кроме него больших никто и носит, да? Что с ним произошло? Особенно в нашем мире, но... Да, случается и такое. Блин, сейчас самое время выпасть пистолет у него. По-моему, он... Он услышал скрип ступенек, да. Черт, он все видит. Наверное, просто ветер. Не верит. По лицу вижу. Ай. Черт, он так и Сару может застрелить. Я не знаю, что только что произошло, но почему-то игра вылетела у меня. Очень странно. Надеюсь, мы ничего не потеряли из геймплея. И все будет видео. Сара, наверное, спряталась под кроватью. Да. Я так и знала. Клем, главное, не показывай взглядом в эту мужскую, где Сара может быть. Ну, что я говорила? Куда? Я не могу просто оставить тебя здесь с хорошим сознанием, если кто-то спрятался, да? Куда? 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 Она должна быть жила раньше здесь? Черт, Сара оставляет улики. Нехорошо, Сара. Мне кажется, он меня сейчас убьет. У него такое лицо? Я не понимаю, о чем это вы. К чему этого клонить? Я не понимаю. Я тут с отцом живу, я же уже сказала. Сколько можно? Нет, он явно с этими людьми был знаком ранее. Иначе как такое поведение можно объяснить? Кто вы? Вот именно, даже не ответил на этот вопрос. Отлично. Вот и поговорили. Офигеть. Он сейчас может за этим домом следить и понять, что я ему лгала. Ну, Сара, ну, Сара, ты меня подвела. Я говорила, что это Люк, а на самом деле ты вообще не пойми кто. Мне откуда знать? Все что угодно может произойти, наверное. Что ж, Сара, теперь мы в ужасе. Мы очень сильно напуганы. А вот они кого искать не надо, они уже нас нашли. Уже не знаю. Точнее, знаю, где он мог погибнуть. Сейчас меня, блин, допрашивать будут. Ну? Он сам ее открыл, я не впускала его. Да, достал, как ты бесишь меня, блин! Нет, как раз. Полностью мои вопросы проигнорировал. А почему это вы об этом так волнуетесь? Вопрос-то, вопрос. В смысле? Ты по-английски не понимаешь? Мне повторить? Или по-русски, может быть, сказать? Коричневая куртка. Вроде. Не помню. Серьезно, не помню. Помнишь, что какой-то неприятный мужик? Поначалу вроде дружелюбный. Нормально, ты умеешь лететь и успокаивать. Кстати, да. В смысле, вы? А я лучше промолчу, пожалуй. Хотя надо будет за Сару вступиться, на самом деле. Что? Че опять на мне срываются-то? Господи! Я бы могла Сару подставить, сказав, что это раз на фотографии сделала, блин. Вот-вот, я вас выручила. Да кто это такой? Почему вы так его боитесь, ну? Что вообще происходит? Почему вы ушли из его лагеря? Давайте сразу вопрос в лоб. В смысле? Люди просто так... Не покидают лагеря. Ничего себе. Что-то я уже так и не думаю, ведь он за вами охотится. Мы должны покинуть это место. Это безопасное место. Я знаю, где он умер, но я сомневаюсь, что он там теперь не по частям. Лежит где-нибудь под деревом. Или бродит в виде зомби. Нет, я не думаю, что мы Пита застанем в добром здравии, на самом деле. Оу. Какое жуткое зрелище. Все? Мы еще, наверное, вернемся в дом, да? Или нет? Не прощу. Почему Карвер тебя преследует? Нет. Тебя. И ты его прошлая? Что-то она разоскровенничала из со мной. Женщина, ты меня напрягаешь. Мне нужно Пита искать. А, вот и машина. Так. Минутку. Все зомби мертвы, что ли? Что-то здесь не так. По-моему, там кровь на заборе. Мы еще вернемся в дом или нет? Есть ли только в качестве зомби? Нет, я не думаю, что мы найдем Пита. Вот так вот запросто возьмем и найдем. Я просто уверена в том, что он уже мертв. По-другому вряд ли быть может. Вот. Кровь. Я так и знала, что мои глаза мне не подвели, но кровь за камень уводит. Ничего себе получается, он убил этих зомби. Клем, может быть, ты одна не пойдешь туда, может быть, позовешь остальных? Кто-нибудь другой пусть, может быть, сходит, посмотрит. За камень. Кто это там с... Внутри, на стиме наружу? А, это обычные зомби? Нет. Это, это Пит, блин, я его сразу не узнала, господи. Боже. Он попытался перед смертью избавить мир от нескольких зомби. Что? А, точно. Вот-вот. Блин, на меня сейчас подумают. Вот сто процентов. Да? Меня не обвинили? Хорошо, ладно. Блин, это ужасно. Никому не пожелаю застать своих родственников в таком жутком состоянии. Ужасно. Бедный дядя Пит. Нечего рассказывать. Он хотел тебя видеть. О, блин, я еще больше Ника расстрела. Вот черт. Ник, не отставай только. Еще не хватало, чтобы на тебя зомби напали и укусили. О, еще один меня просит за Ником присмотреть. Можно подумать, у меня есть выбор. Мне нужно найти Кристу. Сейчас буду бы сядь, вот такая Криста еще. Я без понятия. Возможно, она убита уже. Мне кажется, у меня было бы больше шансов... Начинаю развлекаться. Больше шансов ее найти, если бы я вернулась туда, где в последний раз ее видела. Она беременна, ей тяжело идти. Пять дней в пути, на ногах, беременной, но это немножко слишком. О, Ник так понуро бредет, бедный. Ник же, я все правильно сказала? Я все еще не различаю. Ник, Пит. Надеюсь, что правильно. Очень жаль дядю Пита. Все, пять дней спустя. Давайте на этом остановимся. В следующий раз узнаем, что же произошло пять дней спустя. Надеюсь, что это жуткое видео вам понравилось. Ставьте большие пальцы вверх, если да. Всем всего хорошего, ребята, и пока.